Всем привет! Просили меня показать, как можно сделать сложный барельеф, допустим, вот такой, да? Ну, давайте попробую вам объяснить, как можно это всё потихоньку, или как это всё можно сделать. Так, нам нужна сначала основа. Вот возьмём вот такой вот сложный, тут много деталей, и поэтому будет вроде как лучше объяснять, наверное, вот на таком вот варианте. Давайте откроем куб. Пока Shift-Z отключим нашу текстуру. Вытянем наш куб. Так, сделаем Make Polymesh, и Shift-Z, левая кнопка мыши, выровняем его. Боком повернём, зайдём в геометрии, и в сайзе давайте чуть-чуть поработаем. Так, растянем его. Теперь чуть, наверное, вот так вот прибавим, повыше сделаем. Вот так вот. И чуть-чуть его сделаем тоньше. Смотрим толщину. В принципе, мы её потом можем уменьшить ещё, это не проблема. Оставляем так. Так, теперь проверим симметрию. Нажмём X. Всё, симметрия работает, нам это очень понадобится потом. Выравниваем вот так. И Shift-Z. Включаем нашу картинку, и кнопка Z английская. Вот так мы её сейчас установим сюда. Нам нужно сделать одну сторону, так что будем делать вот где-то вот так вот. Отключаем теперь картинку, жмём Z и Shift-Z. И подготовим вот эту нашу заготовку. Что можно сделать? Делаем дайномеш. Всё, сетка у нас плотная. Давайте теперь попробуем, как это всё будет работать. Ctrl-Shift, возьмём резку и включим пока вот этот Trim Rect, квадрат. И попробуем отрезать угол. Вы видите, что он ломается. Нажмём Ctrl-Z, возвращаем. Открываем нашу вот эту вот картинку. И давайте попробуем теперь ещё один инструмент, как он себя поведёт. Вот это вот Trim Circle. Посмотрим, как он будет себя вести. Shift-Z. Ну, вроде бы более-менее нормально. Так. Ещё давайте тогда уберём вот эту часть. Вот аккуратнее подгоняйте её более-менее. Там всё равно не получится дюжить, прям точно попасть по картинке. Может быть, чуть где-то приплюснуть, где-то чуть её вытянуть. Ну, в принципе, приблизительно хотя бы ловите, чтобы запас потом как-то можно было исправить. Так. Ну, где-то вот так. Так. Здесь у нас уже немножко идёт искривление. Ну, в принципе, потом поправим. А вот эту часть квадратную, раз у нас ломка такая идёт, давайте вот так ещё попробуем зацепиться на эту часть. Нет. Вот. Ну, уже поправится вроде как. Так что оставляем. А вот с этим квадратом уже будем давайте работать по-другому. Делаем Append и жмём куб. Отключаем картинку. Переключаемся на наш куб. И давайте его чуть-чуть установим. Жмём Moff. Вытягиваем. И где-то вот так его пока поставим. Включаем картинку. И теперь уже подгоняем более точно. Так. Где-то вот так мы её подгоним. Смотрим, как он установился. Так. Всё. Всё. Это нормально. Теперь переключаемся на первую нашу заготовку. Отключаем Moff. Жмём на куб. Поставим на вычитание. И переключаемся опять на первую заготовку. И жмём Merge Down. Так. И теперь сделаем в геометре, сделаем Dynamesh. Вот так ровненько у нас всё убралось. Так что теперь давайте попробуем ещё вот эту часть также сферой удалить. Жмём Append. Включаем цилиндр. Так. Здесь мы его подкорректируем. Вот так вот установим. И с помощью Moff попробуем поставить вот на это место. Смотрим снизу, сбоку. Уводим чуть подальше. Ну вот где-то так. И повторим давайте такую же операцию. Опять же поставим на вычитание. Переключимся на первую заготовку. Сделаем Merge Down. Вот так вот. И теперь опять же делаем Dynamesh. Так. Вот такая заготовка у нас вышла. Включаем нашу картинку. И установим её вот сюда. Вот так вот. Так. Всё это хорошо. Всё это нормально. Давайте уберём вот этот верх теперь. Просто его отрежем. Вот по эту срезку. Так. Теперь Modified Apology в геометрии сделаем Mirror and Well. Так. Теперь давайте сделаем вот эти вот боковины выпуклые. Как это будем делать? Делаем маску. Открываем. Ставим вот эту сферу. Маск, цирку. И вот так вот попробуем всё это дело отмаскировать. Смотрим. Вот так что-то получается. Надо добавить полигонов. Ctrl D. Ctrl D. Пусть их будет побольше. Потом сделаем DynamoS. Там всё это уменьшится. Но зато уже будет чёткая у нас грань. грань. И вот так вот опять делаем выделение. Приключаемся теперь на квадрат. И давайте вот так квадратом всё это дело выделим. что-то такое у нас вышло. Давайте сделаем геометрии и делаем Modified Apology Mirror and Well. уберём дивайды. Всё, я их забываю убирать. Всё. Вот у нас вот такая заготовка. Вы видите, что она с двух сторон выделилась. Давайте мы вот эту заднюю часть просто тоже скроем. вот так. Так, теперь жмём Ctrl-I. вот у нас грань выделилась. И давайте вот это всё экстрадируем. Вот так вот поставим, чтобы видно было. И зайдём в деформацию, как всегда. Size выбираем по Z. И делаем прибавочку такую. Смотрим, что у нас получилось. Так. Высоту можно ещё больше добавить. Давайте всё это дело вернём в Ctrl-Z. И когда будем вытягивать, нажмём Shift. всё, снимаем маску. Вот такая у нас вышла заготовка. И лишнее, вот эту толщину, её можно вот так вот обрезать. вот так что-то получается. И когда у нас разные полигоны выходят, надо просто сделать Ctrl-W. вот такая заготовка у нас уже вышла. где-то потом мы её растянем, где-то подгоним. Опять же, работать можно с помощью Moft Apology. вот так вот. И Миро Н12, чтобы подкорректировать уже, чтобы ровно всё было. Вот такая вышла у нас заготовка. Основа. Вот для всего вот этого вот, что будет на ней. Так, теперь нам нужно задний план сделать. Задний план мы будем делать тоже с куба. точно так же рисуем, обрезаем вот этой вот, так, тайм циркл, вот этот, или обрезаем клип циркл. И вот эта заготовка у вас получится вот в таком виде. Точно так же вы обрезаете одну сторону, а потом делаете Миро Н12, и вот эта часть у вас зеркалится. по полигонам опять же вот так это всё дело выглядит. Когда у вас получается вот такая вот модель, всё по прошлым видео, делаем Ctrl W, вот так вот объединяем это всё дело, смотрим как она установлена, и потом делаем уже Dynomesh, делаем сетку, вот это, исправляем вот эту сетку, работаем с Dynomesh. вот что-то такое у нас получается. Вот вот такая у нас вышла заготовка, после всех Dynomesh, ZRMesh, это по прошлым видео, я не буду их полностью процесс показывать, уже наверное те, кто смотрел прошлое видео, уже к этому видео наверное поймут, что, как происходило. Я сделал Dynomesh, потом сделал ZRMesh, сетку исправил, и вот такая вот вышла заготовка мягкая, вот в таком духе. Вот так все это дело получилось. Можно потом, конечно, сделать одну часть, одну часть, а вот эти вот части разделить полностью, чтобы они были накладные. где-то можно чуть долепить, где-то подправить, где-то полишем пройти. Ну, в принципе, вот такая заготовка на быструю руку. В следующем видео давайте рассмотрим, как будем устанавливать вот эти детали, большие вот, вот эти вот детали. Тут уже по симметрии можно симметричную конечно будет делать, ну, вы видите, что два ангела разных и тут ангелки в разных позах, так что будем делать асимметрию. Все, всем пока, всем до свидания.